Ре! Вис Этерс Ирте! Суть приговора такая. В течение семи месяцев в квартире, которую снимал на парламентскую компенсацию депутат от нового единства Алдес Адамович, жил его сын. Он поступил в ВУЗ и переехал в Ригу. Сам же депутат жил в это время в другом месте. Фактически, жилье было арендовано с намерением, чтобы его близкий полноценно использовал эту квартиру. И он это делал. А сам Адамович, когда ему надо было длительное время находиться в Риге, жил совсем в другой квартире. Закон позволяет жить депутату в съемной квартире вместе с родственниками. Поэтому Алдес Адамович считает, что ничего не нарушил. Нигде не сказано, сколько я там должен находиться и как часто я должен там быть. Там были мои вещи, моя компьютерная техника, мебель. Я приезжал туда. Я говорю, это вопрос интерпретации нормативных актов. Я не смошенничал, ничего не украл и не получил каких-то материальных ценностей с этого. Прокуратура не только отслеживала положение мобильного телефона депутата, но и длительное время его прослушивала. Кроме этого, Адамовичу инкриминировали нарушения по компенсациям за топливо на общую сумму чуть больше 80 евро. Один раз он даже заправил машину своей жены. По одному чеку я признаю, ошибся. По второму я уже говорил, что это было использовано для рабочих нужд, но эти оба чека я оплатил. При этом все время, пока шло расследование, депутат Адамович оставался секретарем так называемой этической комиссии Сейма. Новое единство может оставить за собой место секретаря, но Алдес Адамович, на мой взгляд, не может не то, что заниматься должностью секретаря. Мне кажется, он должен был бы и уйти из комиссии. Суд потребовал взыскать Садамовича в пользу государства 3550 евро, а также присудил ему штраф в размере 6000 евро. Также он должен сложить депутатский мандат на один год и один месяц. Однако Адамович намерен оспорить нынешнее решение суда. И теоретически, пока идет разбирательство, он сможет досидеть свой срок в 13-м Сейме до конца.